Китайская медицинская философия всегда утверждала, что гораздо легче уберечь себя от заболеваний, сохранив здоровье, чем затем долго и упорно лечить болезнь. Гимнастика Цигун позволяет поддерживать здоровье человека и укреплять все системы организма. Эта гимнастика с недавнего времени стала доступна и в Славянске-на-Кубани. Гимнастика Цигун была придумана в Китае сотни лет назад. Она включает дыхательные техники, медитации и упражнения, направленные на улучшение здоровья. Цигун дословно переводится как дыхательное упражнение. Традиционной китайской медицине существует понятие об энергии Ци, то есть о жизненных силах энергии, которая лежит в основе всего живого. У здорового человека она свободно движется по телу, а в случае нарушений случаются болезни. Гимнастика Цигун позволяет восстановить баланс организма, направить энергию в нужное русло, тем самым достичь здоровья и долголетия. Мы занимаемся тем, что мы взращиваем жизненную энергию, то есть вот мы за годы своей жизни теряем огромное количество энергии, а благодаря гимнастике Цигун мы ее восстанавливаем с помощью дыхательных упражнений, с помощью массажа. Мы друг друга простукиваем по меридианам, по точкам нажимаем. И сама по себе гимнастика она очень интересная. В Китае она повсеместно распространена, то есть там люди встают с утра, делают гимнастику и после этой гимнастики идут на работу. И секрет этой гимнастики еще в том, что сделав ее, ты потом в течение всего дня очень бодрый и энергичный и абсолютно не устаешь. То есть это гимнастика, которая не дает уставать организму в течение всего дня. В рамках региональной программы «Кубанское долголетие» при поддержке районного управления по физической культуре и спорту в нашем городе гимнастика Цигун стала развиваться с весны прошлого года и уже успела завоевать сердца славянцев. Таким видом упражнений могут заниматься люди самых разных возрастов и разной физической подготовки. Особенностью гимнастики выступают точность амплитуды, обязательная плавность и ритмичность движений, немного напоминающих танцевальные. Одной из первых, кто оценил все преимущества Цигун, стала заслуженный учитель России, заместитель председателя районного совета ветеранов войны и труда Светлана Рудская. Она сама занимается этой гимнастикой и способствует ее популяризации среди пенсионеров. Мы с апреля месяца и до октября-ноября занимались в парке. Ну а с сентября месяц Александру Николаевичу мы договорились, что будет у нас специальная группа уже идти через спорткомитет. Поэтому мы теперь официальные цигуны. И поэтому к нам сегодня вы видели 20 человек, а у нас их 48 или 47. Ну в общем более 40 человек. Хоть сейчас одна группа, потом придет вторая группа. Поэтому мы стараемся, чтобы наши пенсионеры жили долго и счастливо. Китайскую гимнастику цигун часто называют ключом к долголетию. И это действительно так. Чудодейственный эффект от занятий на себе в полной мере почувствовала Вера Деркач. Гимнастикой она занимается вместе с мужем. Благодаря своему инструктору Анне Востриковой они многому уже научились и даже поучаствовали в соревнованиях. Мы занимаемся с первого занятия здесь. С мужем. И вот наша команда, их сейчас не видно. Вот нас шесть человек. Мы ездили даже на соревнования в Сочи и заняли там третье место почетное. Целый день как будто бы летаем. Много энергии, позитив. Нас научили внутренние улыбки. Вот мы с утра ее включаем и до вечера с ней уходим. Цигун – это целая философия, с помощью которой можно забыть о различных проблемах самочувствия. Регулярные занятия дыхательной гимнастикой дают бесспорный позитивный эффект. Он выражается в повышении тонуса и получении дополнительного заряда энергии. Желающие заниматься этой гимнастикой могут обращаться в спорткомплекс «Триумф» или по телефону 8-918-671-6960. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Дмитрий Волошин. Программа «События».